Чемпионат Китая Чемпионат Китая Чемпионат Китая Чемпионат Китая Чемпионат Китая Кто еще играет в этом запуске? Рикки Уолден играет слоу Хонг Хао. Люка Бриселли с тянем пингфи. Майкл Холд и Том Форд, Хосейн Вафаей Айюри. Ну и нельзя сказать, что прозрачный исход этих встреч, ну я даже не знаю, где можно поручиться за победу фаворитов. Ну разве что в одном вот матче Нина Роберсон-Джао-Дзяньбо. А в остальных вопрос. Большой или небольшой, но отдавать победу заранее никому не стоит. Судя по всему, план был не таким. С желтого на дальний красный намеревался выйти, видимо, но не так пришлось играть дальний шар и потерпел неудачу китайский игрок Амарк. Очень хорошие перспективы у Селби в этом подходе. Есть пара открытых красных и далее уже посмотрим за тем, как сумеет Селби распорядиться этой позицией. Не стал переходить к синему Марк, поскольку нижний красный проходит слева направо на него, с розового есть хороший выход. Ну и всё, и надо будет уже с чёрного делать подбой. Ну можно сейчас уже тронуть красный, может быть появится ещё один шар, а то и не один. Только не надо, чтобы, ну всё нормально, розовый на свою отметку не становится, но и под красный не становится, потому что были свободны отметки не только коричневого, но и зелёного. Ну, слишком далеко ушёл биток, не таким оказался Кеннон, как планировал Селби, но вот этот очередной удар становится крайне важным, резко сложным. Да, красные-то разойдутся. Ну вообще получилось не то, что можно было ожидать. Забит чёрный, да, и красные разошлись. Но что, играть-то, играть-то даже не верю, что и сюда в жёлтую лузу. Двадцать очков. Перевес у Марка Селби. С надеждой всё-таки упалёт удар в жёлтую лузу. А может быть это его ты грыжешь. Нет, была атака. Не попал, немного не попал. Верхние шары не опасны, но есть возможность сыграть левый угол. Давайте познакомимся поближе с Лунином. Давно он не был на телевизионном столе. Лунин, 25 лет от роду, день рождения 1 января. Будучи обладателем уайлдкарт в возрасте 18 лет, нанёс поражение Шону Мёрфи на самом престижном на тот момент турнире China Open среди китайских. Стал чемпионом мира в возрастной категории до 21 года, в возрасте 19 лет, обыграв в финале Джоу Юэ Луна. Таким образом попал в тур. В туре два года поиграл, из тура выбыл, но тут же... Нет, не тут же. Нет, нет. Вернулся не тут же, а спустя только лишь два года через Q-School хороший вступительный удар. В прошлом сезоне вернулся через Q-School, дошёл до 1-8 турнира в Белфасте, дошёл до 1-8 чемпионата в Британии. И, конечно, главное достижение Лунина, который провёл отличный удар только что, это полуфинал скромного, но рейтингового турнира, который проводится в Гибралтаре. Проиграл он Райану Дею в полуфинале. А так, если посмотреть на победы Лунина в прошлом сезоне, то здесь и победа над Барри Хоукинсом на China Open. имела место. Шона Мёрфи обыгрывал, но Шон Мёрфи образца прошлого сезона, это отдельная история, так что не стоит гордиться победой над Шоном Мёрфи в прошлом сезоне. В этом сезоне, если обыграет, совсем другое дело. Бинхама обыгрывал. На равных боролся с Джеком Лисовски. Ну, а так в целом, наверное, это всё, чем может похвастать Лунин, конечно, на чемпионате Британии. Провёл он три, даже не четыре напряжённых матча, обыграв сначала МакГилла, затем Джойса, Бреселя. И только в решающем раунде в 1-8 проиграл Тому Форду. Важный момент был. Выход на синий был вынужденным. Чёрный не проходит, ближний цветной, это был именно синий. Но вот то, что с синего вышел на дальний красный... Посмотрите, ведь как точно вышел Лунин, потому что... Да, это достижение. Потому что здесь нужно было поставить биток в коридорчик, чтобы красный не мешал игре, не коричневый. И удалось это. Лунину биток он здесь удержал замечательно. Ну, а с такого-то синего тут можно хорошо выйти на один из нижних красных. Открыть бы чёрный поскорее. Как раз выход на нижний красный. А раз так, то выход на чёрный на левый угол. А может сейчас выполнить Лунин, и позиция станет простой. Готов выйти вперёд в счёте. Лунин пока на одну очку отстаёт. Ну, очень хорошо расположены. Пять нижних красных. Всё лучше и лучше. Условия для хорошей атаки. Не спешит, играет обстоятельно, стремясь выжать с этой позиции как можно больше очков. Преимущество было шесть очков и ещё пять красных с пятью чёрными. Это ещё сорок очков. Так что два верхних красных для того, чтобы дойти до фреймбола, Лунину не нужны. Но для победы во фрейме их хватит вряд ли, потому что на расстоянии всего одного снукера будет Селби. Да ещё и эти красные нужно с чёрным разыграть безошибочно. Ну, я сказал, что играют обстоятельно, не спеша, но очень уж медленный темп, около 32 секунд на удар тратит Лунин. Ну, забивает, делает выходы и продолжает развивать свой успех. Ну, 32 секунды – это показатель, но у меня не складывается впечатление, что так прям долго играет Лунин. Вроде все размышления по делу. Это среднее время выполнения удара. И сейчас оно в ходе введения силы, оно, естественно, уменьшилось. Но ненамного. 30 секунд и 30,64. Ну, может быть, вы не согласны с теми подсчётами, которые ведёт автоматически Волтснукер. Ну, вот здесь далековато уходит биток. И резко будет сложно, и Кэнон неизбежен. Получится ли выход на чёрный. Небольшая заминка при перевесе в 30 очков. А вот у Нила Робертсона не так хорошо дела идут. Он набрал 8 очков, а его соперник уже 52. Это был очень важный удар. И провёл его Лунин. Замечательно. Ну, и после нижнего красного уже фреймбол появится. 56. Ну, по позиции тут и сложно выйти на чёрный, и не нужно выходить на чёрный. На синий надо. Но от синего маловато будет пока. Тогда 42. Перевес 43 в розыгрыше. Очень далеко. Очень далеко. В никуда. Ну, жёлтый играется, и розовый тоже играется. Но с жёлтого можно выйти на правый и красный. Да, я сейчас так думаю. Может быть, выходил на, например, на коричневый. Я с коричневого на левый, красный, на правую, среднюю. Хотя, раз так играет с Рестом, ну, что сегодня два удара. Два точных. Можно было выходить и на правый шар. И вот фреймбол. Удар вдоль борта. Так, мать. Неудобно. Неудобно ставить Рест. Приходится вместо двух опорных точек использовать одну. Но, да нет, без но. Это в том числе. Это помешало качественно выполнить удар Лунину. А ведь это был фреймбол. Ну, Марко с Эрми, если от правого, красного, повести биток к чёрному. Вот такой вариант. Верхний красный, ближний к нам, красный, трогать там, играть в угол или отыграться на нём. Ну, нет. Сдаётся так второй красный на очень активную позицию. Но, видите, Сэрби всё-таки, ну, тогда, получается, он играет в среднюю. Так, это не очевидно было, что хватало пространства для резки в среднюю. Ну, а теперь, теперь все действия показывает Марк. Прокат вперёд и дальний красный. Зазорчик был. Но вот один раз синий можно играть, а второй раз уже надо розовый или чёрный. Повторяю за ошибку Лунина. Розовый, розовый. Ну, блестяще, блестяще. Вышел Марк. С розового есть выход на жёлтый. Всё в его руках. И может Сэрби взять фрейм. С перевесом в одно очко. Для этого надо провести шесть точных ударов. В позиции близкой к стандартной. Коричнево-зелёной не на своих отметках, но неподалёку от них. Сэрби. Очень был близок к победе Лунин. И сейчас уже как раз можно вспомнить о неточном выходе Лунина. Я уж не знаю, каков был замысел, но перекатил биток. Определённо пришлось играть не тот шар, на который планировал выйти Лунин. В целом-то на красный вышел довольно неплохо. Тем более с рестом провёл пару ударов в этом фрейме уверенно китайский игрок. Но постигла неудача очень не вовремя. Два ударов осталось провести. Через борт может приблизить биток к чёрному. Проявил Марселби привычную цепкость, волю к победе, мастерство. И выиграл фрейм, в котором намного отставал, намного. На 30 минут.